В эфире новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте, но в начале выпуска коротко об основных событиях. День социального работника отмечается ежегодно в России 8 июня. Это надо быть очень коммуникабельным человеком, внимательным и заботливым. Долгожданная дорога появилась у жителей одной из улиц в деревне Горки. Было ужасно. Постоянная лужа, грязь, грузовая техника разбивает. Заброшенное строение стало проблемой для жителей домов под номерами 4 и 8 по строительной улице. Хорошо, что его забили. Все равно лазают через ту сторону, лазают сверху. 8 июня в России отмечается День социального работника. Профессиональный праздник тех, кто трудится в сфере социальной защиты населения. Более 20 лет в теперь уже Ленинском городском округе помогают больным и пенсионерам сотрудники центра «Вера». Сейчас, когда большинство пожилых людей находится в режиме самоизоляции, их работа особенно важна. По-разному начинается рабочий день у социального работника Светланы Смолениновой. Но очень часто с похода в магазин. Но не для себя она покупает товары, а для своих подопечных пенсионеров. Продукты подбираются по списку, в корзину идет только качественный товар. В комплексном центре социального обслуживания «Вера» ежегодно получают услуги свыше 400 пожилых граждан и инвалидов городского округа. В ведении Светланы полтора десятка человек. Одна из них – Галина Мамжиева. Открыто захожу. Здравствуйте, Галина Викторовна. Добрый день, добрый день. Как ваши дела? Да вот ползаю потихонечку. Галине Викторовне 83 года. Из-за состояния здоровья она не выходит на улицу. Родственники живут в Москве, а потому Светлана для нее – реальная связь с внешним миром. Говоря о ней, пенсионерка использует только уменьшительную ласкательную форму. Помощь исключительная. Я очень довольна, что мне предоставили возможность работать именно со Светланочкой. Она и доброжелательная. Самая главная ее черта – это доброжелательность. Она с удовольствием выполняет все мои просьбы. Так что я, Светочка, очень довольна. Обязанностей у социального работника довольно много. Ведь многие старики имеют проблемы со здоровьем. И социальный работник для них – это настоящая надежда и опора. На данный момент у меня 15 бабушек. Я работаю с ними по покупке продуктов, лекарства, убираюсь дома, помогаю, как по хозяйству, готовим кушать. Галина Михайловна Ткачук недуг приковал к постели. Но благодаря силе воли и, главное, своему помощнику она преразмогла себя и потихоньку учится ходить. Для нее социальный работник Наталья Аронова и близкий друг, и строгий тренер. Пускай пять шагов. Наверное, это еще одна важная составляющая социальной работы – дарить пожилым людям уверенность в себе и своих силах. При рассказе о помощи, которую оказывает Наталья, Галина Михайловна не в силах сдержать слез. Свою самую большую радость и самую большую сложность в этом непростом труде социальный работник Наталья Аронова описывает всего в нескольких словах, главные из которых – внимание, забота и тепло. Это надо быть очень коммуникабельным человеком, внимательным и заботливым. Что, в общем-то, в наше время многим не хватает. А бабушкам, как правило, нужно больше общения. Им больше нужно общения, разговоры и тепло душевное. И это душевное тепло они не устают передавать тем, кто в этом нуждается. С Днем социального работника. Максим Козлов, Константин Брлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Долгожданная дорога появилась у жителей одной из улиц в деревне Горки. От дома номер 46 до улицы Полковникова на днях завершилась укладка асфальта. Этого события местные жители ждали десятки лет. И только когда за дело взялся председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко, ситуация, наконец, изменилась. Подробнее в репортаже Юлии Погосян. Участок проезжей части вдоль частного сектора в деревне Горки от дома номер 4 Б до улицы Полковникова. Местные жители говорят, сколько себя помнят. Здесь никогда не было асфальтированной дороги. А это лет так 50 точно. Ходить и ездить приходилось по бездорожью, а в межсезонье пробираться через густую грязь. Было не то, что мне удобно, тяжело, а было ужасно. Постоянно лужи, постоянно грязь. Постоянная еще грузовая техника постоянно разбивает. Где-то какой-то дом немножко подцепит. Мы там высыпали пять машин с щебенки. Кто-то еще, действительно, сами вот Руслан Бендерин у нас здесь эту дорогу зацепал за свой счет. Свет в конце тоннеля появился в 2017 году. По решению Совета депутатов Горок-Ленинских были выделены деньги на строительство этой проезжей части. В 2017 году действительно были заложены деньги в бюджет, чтобы выполнить ремонт этой дороги в 2018 году. Все хорошо, состоялся конкурс, вышел подрядчик, который оказался недобросовестным. И весь 2018 год мы с ним боролись, боролись, чтобы он выполнил эти работы. Поскольку контракт, он считается до конца года, то в 2018 году мы не смогли на 2019 год заложить средства в бюджет, чтобы эту дорогу сделать по новой. То есть один финансовый год проходит. В соответствии с законом процедуру удалось повторить лишь в 2019. Тогда под личный контроль ситуацию взял председатель Совета депутатов Ленинского городского округа и народный избранник по этому избирательному округу Станислав Радченко. Снова на строительство дороги заложили средства, выбрали подрядчика, который на удивление работы выполнил очень оперативно. Буквально за неделю улица преобразилась. Спасибо, конечно, абсолютно всем, кто приложил руку для того, чтобы здесь мы стояли на чистом асфальте. Будь то администрация, будь то глава, будь то у нас, даже наш депутат Станислав Николаевич Радченко. Хороший, достойный человек, который тоже немало сделал. Дорога – это не то, что нужное место, это была необходимость. Новое дорожное покрытие начинается сразу после съезда с Каширского шоссе. Работы производились по всем стандартам качества. Высокий слой щебня, многократно уплотненные слои асфальта. На строительство потратили больше 2,5 миллионов рублей. Подрядчик пошел навстречу собственникам и в индивидуальном порядке за средства местных жителей положил асфальтовое покрытие и к домам. Юлия Погасьян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВиднетВ. В редакцию нашего телеканала поступила жалоба от жителей домов под номерами 4 и 8 по строительной улице. В соседнем расселенном доме стали регулярно собираться многочисленные компании. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Двухэтажные дома в центре города Видное построили еще в начале 50-х годов прошлого века. А около 20 лет назад эти здания признали ветхими. Ждать расселения пришлось очень долго. Лишь в прошлом году жители дома номер 6 получили квартиры в новостройках. А обитатели соседних домов теперь наблюдают, как в опустевшем здании собираются неизвестные люди. Распивали вот напитки вот здесь вот. Мы их с той стороны дом, с этой стороны мы их, ну, немножко это, говорили, что вы здесь находите. Вроде ушли, но ночью не углядишь. Два раза ломали двери. Теперь уж когда вот заварили, тогда вроде с этой стороны. Вот как заварили, теперь начали с той стороны, вот даже на второй этаж умудряются залезать. Ольга Ефремова, старшая по дому номер 8 по строительной улице, рассказывает, что уже неоднократно вызывали полицию, а также обращались с жалобами в администрацию. По их просьбе на первом этаже расселенного здания заколотили окна и заварили входную дверь. Но посторонние лица все равно находят лазейки, чтобы попасть в опустевшее помещение. Человек шесть, наверное, они собрались на окошечке выпивать. И, в общем, сброд весь собирается, кому не лень. Кому-то в туалет надо, кому-то чего-то. Все ищут место здесь у нас почему-то. Я не знаю почему. И вот, конечно, не дурно бы его либо что-то с ним сделать. Вот хорошо, что его забили. Все равно лазают через ту сторону, лазают сверху. В Управлении земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа нам пояснили, что управляющая организация МУП УК ЖКХ провела консервирование расселенного аварийного здания. Вопрос его сохранности и ограничения в него доступа взят на контроль. Пока не принято никакого решения по дальнейшему использованию помещений. Но поскольку здание находится в зоне исторического центра города, строительство сооружения с иными параметрами на этом месте невозможно. Наталья Буслаева, Кирилл Уанов, Ольга Садовская, Видное ТВ. История телеканала Видное ТВ – это история нашего муниципалитета и его жителей. В нашей рубрике «Время назад» телезрители могут увидеть себя и своих знакомых спустя много лет. Сегодня мы покажем сюжет 1997 года. Его герои – участники туристического слета в селе Григорчиково. В традиционном месте проведения подобных мероприятий. Ребята давно выросли, но многие наверняка помнят те дни. Вот уже в 25-й раз прогрессивная туристическая молодежь слетелась со всех концов нашего района для проведения лесных соревнований. Мальчишки и девчонки, а также их преподаватели выясняли отношения по вопросам ориентирования, топографии и лесного быта. День нашего районного туристического слета. Наш район празднует сегодня 25-й юбилейный слет школьников Ленинского района. И как никогда за прошлые годы, сегодня 20 команд наших школьников собрались на нашей поляне на открытие. В школе были мы учениками, в школе мы играли в баскетбол, в школе мы экзамены сдавали. Ну а мальчики? А мальчики потом. Когда потом? Когда? В субботу вечером, вечером, вечером. Таких не берут в космонавты, таких не берут в космонавты, таких не берут в космонавты. В субботу, в субботу. Другой мой товарищ, любитель рыбалки, поймал большую рыбу на крючок. Теперь его возят на кресле каталки. Не тем ударив я, а в воду был врачок. Таких не берут в космонавты, таких не берут в космонавты, таких не берут в космонавты. Поехали! Поехали! Мой третий товарищ, ну прямо был героем, он в знойную пустыню пересел. И говорят, это дошло до Касбинского моря, а мы всем ударимся по воду врачок. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи! Максим Козлов Максим Козлов Продолжение следует...